Три, два, один, старт. Так как я игрок сзади тебя, наверное, я должен отсчет вести, чтобы начинать оптимально первым. Страты. Да, сейчас это большое значение имеет. Конечно, это же целая полсекунды, так я вверх. Три, два, три, два, три. Интересно, можно автоплеты сделать? Ах, блин, я что-то. Окей, хорошо, автоплеты, ну... Я на кнопку ставлю. Понял. Афтоплеты, наверняка. Просто надо найти, что у них отвечает за рум-ид. Ты наверх, ты наверх. Да. Эта кнопка исчезает, наверняка. Красная исчезает, да, со временем. Не-не, вот платформа, стань. Тебе говорят по клавише, ты стоишь тут, да. Потом тебе надо будет бежать направо, когда ты вскрутишь мне платформу наверху. Я так нафиг сучи буду напоминать. Так, спасибо. Ты не рано пошел еще. Нет! Так, хорошо. Ты понимаешь, что я так не могу, блин. А, ну хорошо, а что? На счет надо. Либо на счет, либо на... А, ладно. Включи мне. Давай двойной прыжок надо. Либо, если ты можешь, то среагируй просто на мой прыжок. Эээ... Можешь так? Хорошо, давай ты среагируй на мой прыжок. А, нет, тогда я не успею. А, ну если ты... Я буду очень высоко. Нормально, да, все так и делается. Угу. Хорошо, вспомнили. Я вниз. Стреляй. Привет, конфет. Стреляй. Стой. А, превью. О, мой бог. Как? Это невозможно рассчитать такое. Давай, жми кнопку, ну. И она не стояла. Нет. Она странно работает. А, я ее отключаю. Нельзя, чтобы одновременно его бой был включен. Не, можно, почему? Так, я иду в начале. Мне кажется, или у меня управление немножко с задержкой работает. У меня все норм. Ну, вообще то, что хастишь ты, право левому. Так, ты наверх. Помню еще что-нибудь. Если ты идешь и уничтожаешь мне. Потом ты просто сейв берешь. Потом ты меня. Бери просто сейв сразу и все. Угу. Я вниз. Мы, по-моему, поменялись здесь. Ну, не знаю. Я всегда тут вниз. О, ладно. Неважно. Все. Ты наверх иди, короче. Эээ. Да, да, стой там. Ага, хорошо. Прыгай по праву. Не уходи далеко. Упс. Сможешь так прыгать? По-моему, да. Да вроде смогу. Нормально? А вот ты не должен уничтожить вот здесь? Да, да, да. Не, я просто проверял, не запорол. Теперь ты должен уничтожить тум. Угу. Иди там уничтожь, которая справа от тебя и которая над тобой. Та, что надо мной, вот эту надо. Эту, да, уничтожь. Которая справа. Ну, я, конечно, тоже могу. Хорошо. Блин, нет. Давай, давай еще. Тут нормально можно. Все, теперь только ты должен уничтожить и дальше я. Все, я вижу. Не забудь. Ой, блин. Тоненько. Арт. Угу. Все нормально, да? Да. Да. Все потому, что ты сразу не прыгаешь. А, не отпускаю. Ну, вообще не отпускаю. А, понял. Ну, давай. Напрыгаю. Напрыгаю. И наверх. И наверх. Уф, съел. Маленького персонажа. Нельзя после прохождения третьего босса взять маленького персонажа. Да, портал открывается и маленький персонаж только после финального босса. В тот раз у Судава просто был сейв, в котором они все прошли. Поэтому они смогли открыть маленького персонажа раньше. Есть. Кто первый до кнопки дошел, тот не знает. Или, ну или можно распределить. Не знаю, давай я оставлю. Не помню, как это делать. Это было плохо. Я понял, сколько не надо спрыгивать. Я на лево, ты на право. Блин, мне не покидает ощущение, что у меня задержка в управлении. Что-то как-то я деревянно чувствую в управлении. Блин, или кажется. Ну, у меня все как обычно. Ну, что-то мне кажется как-то утонуть. Не надо деревянно. Хм, ну мы можем перезапустить, если хочешь. Да не, возможно, я упору просто. Ах. Да. И ты. Что ты, ну? На хардион вообще жёлт. Там, ну, там шёлт. За пауз сделай. Я никогда не делал этот сегмент. Есть? На хардион вообще же разбину. В смысле, на мастера. Да, здесь, там. Так. Там. 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 Так. Там. Ну, конец. Ну, здесь рандом всё-таки. Да, это рандом. Ну, ты же говорил, что теперь там не рандом, следующим на следующем акте. А, ну, так на следующем. Да и то там всё равно, я не понимаю. Он как-то сделал что-то среднее, по-моему. Раньше там вообще прям... Блин, бред. Раньше там вообще прям струя просто передвигалась. А сейчас она как-то наполовину рандомно передвигается, я не понимаю. Проходи. Я сегмент этот ни разу ещё не прошёл в новой версии. Всё время вот ты проходил по снабу. Да. По-моему, это всё-таки рандом сейчас. Ну, я не знаю. Ну, это же я пошёл. О, он тут хороший рандом. Ну, я не знаю. А, а, а. Ну, я её на 100%? Нет, это я оборолз. Хорошо. Ты... Это так не а... Так, сплит. 9 минут. Знаешь, что эти штуки не убиваются? А я пошёл в секретный сюрприз, скажешь? Да. Что я делаю? Гениально. Так, рестартим или нет? Рестартим или нет? Смотри, вот эти штуки не убивают. Так, всё, хватит. Серьёзная игра. Я думаю, мы рестартим дожил. Рnąло business. عم Arms�ar ab Sid. Ну, а ху, ноябинных голосов все-таки гадает. Наetzen к bugsкам bol Library. Вот наявление разные вещи. Ой, горячее. Всё-таки убивает их больше-таки. Это action-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин Блин Ха-ха-ха Окей Окей Ну да Да лоу На иди она легче? Да она много Так, все кроме гитлов получается Ха-ха-ха Все кроме гитлов получается Когда впереди кто-то идет Если рефлекс сделать то же, что и он Ха-ха-ха Так, я тут нашел сетапчик, тут можно полным прыжком делать А потом я сетапчика не нашел Секретом сервер Интересно, интересно Так, ты убил, да, Дементью один? Эээ, нет Ну ясно Но он хотя бы до финальной фазы доходил Ну сингл Сингл реально оказался намного сложнее Я не смог до него дойти, просто не успел Да То есть у нас была инспид раунд Надо Так, играем Примерно так, да? Вот этот скип слева Да Да Как к нему попасть вообще это невозможно Я не ожидал, что ты поставишь там Я от испуга От радости, что сделал Зачем я до крана прыгнул? Ань Ага Блин Ладно Отлично, я по форме Палец полный кнопок Эээ, ты можешь пройти? Наверное нет Сигни О, здесь есть скип, смотри Ну не то что скип, но быстрее можно делать Ну я понял, забери Да Нормально Ээээ, смелость я надеюсь мы сможем здесь эти спокойствие мега про знает то что этот корнер того не стоит удачи что-то так поздно до платформы поставил надо было наверху ставить ладно да потому что меня стоп и не описал именно то что зачем непонятно для чего ты это делал просто теряли время смотря как ты его формишь ты уже нажал 1 маршрут так на этот кружок я тоже сетапчик нашел а я смогу здесь можно двойной кружок сразу использую и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да. Ты на платформу центральную идёшь, через верх. Через одну идёшь, теперь на платформу. Мне только одну уничтожаешь. Всё, иди. Я не смогу там пролезть. Чёрт, что за циклой таймал? Вот это вот, оно постоянно троллит. Ну вот это один из моментов, который не входит. В коопе очень сложно. Тут надо обе кнопки нажать самому. На одну жизнь. Ну, на харде, собственно, а так нет. Ну, то есть, просто я видел вчера, что тут на медиуме, как бы. Вообще пофигу, один, не. Блин. Так, понятно, что нужно будет потренить. Я до сих пор не знаю, как последний сегмент проходить. Как ты его на рандоме. Какой последний сегмент? Ну, с движущейся платформой у тебя. А, он просто... Ну, будем считать, что... Ты сглазил сам себя. Так я имел ввиду, просто там не умереть об шп. Ну да, ты не умер об шп, ты ослабился с платформой. И на обратном пути я тоже не очень понимаю. А тут, как бы, ну прыгай просто... Всегда. Так, есть. Сразу же надо слиться. Ну, я дошел. Убрал руки, расслабившись и не задело троллингом. Прикол. Так, ты внизу там фигаешь. Вторую платформу в начале, потом бегом в следующую. Первую не надо. Тут ты ставишь, нет, тут ты ставишь таймер. А, старую. Понял. Ну все. Если я поставлю, я не могу вторую ставить. А, ты сможешь да предупредим? Прикол. Тихо. 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 Я не так что-то делаю, это не так что-то делаю. Радар после того как под собой платформу забомбил, иди направо, и второй прыжок делай после схождения, стап пишет. После того как под собой платформу забомбил... Ага, да, так, подрывай сначала. А, выстрелив блок. Привет, я билтёк. Так, тебе нужно встать на ту платформу безопасную большую. Навлево. И давай на... Раз, два, три. Рестартим. Осторожно. Я пойду. Что теперь мы делаем? Можно, конечно, вместе пытаться, только аккуратно тогда. Ну, тебе наверх, да. Так, я жду пока ты... Сначала я. Гениально. Да, я всё. Иди, ты всегда вперёд. Всегда вперёд. Хорошо. Иди, иди, иди. Так, осторожно, не идти сюда. Так, осторожно, не идти сюда. Так. Всё. Так. Теперь я вниз. Угу. Так. Первый сегмент. Проходим вдвоём. Рестартим. Потом, когда один прошёл. Один тут идёт вперёд. Я давай. А, это опасный момент. Вот здесь. И как тогда? Соника будет прям в схему вдвоём проходить? Или ты подождёшься? Давай попробуем. Не-а-а-а. Ах! Хаус. Так. Хух. Окей, хорошо. Надо будет подумать над этим. Ну ты ж жди пока ошибки реагируют БЛИН Чёрт Там он довольно легкий и надо запрыгать У меня всегда стабильно получилось В тот момент вообще бесячий, я его вообще стабильно не могу Угу Вот это вот, блин, вот эти шипы просто класс Да, вот эти шипы просто класс Я не понимаю как это делать Ну Не слишком рано второй прыжок Ну и не бонкайся Ну и не бонкайся Ну и не бонкайся Ок, есть Ну и не бонкайся Ну и не бонкайся Ммм, Ресов. А, он общий, естественно. По идее, это можно быстрее делать, значит, мне приходится ждать второго цикла. Ну вот ты можешь прыгивать, когда ты видишь, что я сейчас буду прыгать, в принципе, да? Да, ну, мой вопрос. Ну, давай, может быть, знаешь, что мы можем взять? Можем вот так сделать. Ну, это опасненько, давай. Я не понимаю. Надо прыгать так, чтобы ты еле-еле запрыгиваешь. Блин! Чего музыка здесь не меняется? На мигу какую-нибудь? Ну-ка. На ягд-цок-цок очереди. Ну, это вообще пиадина какая-то. Включенные пули, и при этом они сами не крутятся. Или... Э-э-э-э-э-э-э... Так, ладно. Главное, не заблазить, что я должен дойти до высокой татарной армии. Ммм, я все равно ошибся, надо было вверх пройтись. Сложная. Ммм. 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 Как-то одного проходить момент, я нужно через шипы привести платформу. Вот это? Нет, 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 вот где прям надо, вверх-вниз там. Там несколько, там просто добавлено несколько движущихся платформ. Автоматически. То есть просто сегмент переделан по сути. Ага, так, сейчас, подожди. Постарайся там остановить дырки. Ммм, ладно. Тут движущая платформа? Да. Ну, просто несколько добавлю. Так, сюда вверх, да? Да, сейчас вверх, потом направо. Чуть выше. Сойдёт ещё выше. Сойдёт ещё чуть выше. Так, я здесь тебя проведу. Выше, выше. Наверх. Да, ну это туда. Ещё выше. Ещё. Всё, всё, всё. По праву. Так. Всё. Этот сегмент тоже хороший. Дурацкий прыжок. А! Блин, на третьем прыжке умер. Привет, цифра. Дурацкий прыжок. Ой, зря ты синюю не включил. Ну ладно. Всё, поехали. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Нет? Есть. Блин, я знаю, там троллинг под конец. Это было близко. Может, одинарным. Давай нормальный ставим. Везут не помечего, не а вот. Ты смор... эээ-а-а-а. Ну, такое... Ты можешь переставить нормальную платформу и камни перепрыгнуть. А-а-а-а-а. Просто ты начинай. что прикол я знаю что этот прыжок иногда фармишь на нем без причины я что-нибудь понимаю как он работает тебе нормально пакет поставить? я думал про горизонтальный но там он выглядит пока ужасно мы их настраиваем эээ все эээ все центральное управление полетом центр управления полетом центр управления полетом да центр управления полетом блин весит прыжок что-то у меня раньше не было таких проблем с нами ну да хооо хооо а вот а а блин ну лучше не торопиться на это да какой не торопиться у нас есть очень много времени вообще не было но у нас не мы успевали стопроцентно мы на еще одну платформу как минимум успевали это все же там нужно было живем Теперь мне бомбить что-ли? Ужасно. Снаб может нагордиться. Так. Левый край не уничтожает. Еще раз левый и еще раз левый, насколько я помню. В принципе ты, по-моему, отсюда можешь накинуть, прям снизу. Да, могу. Я, по-моему, я в сингле это делал. Так. Есть. Так. Теперь ты должен с... Все, мы оба можем с телепортками проходить. Правильно? Ну, походу. Дальше. Пу-у-у-у-у. Левое. я могу change that я могу change that 3,2,1, поехали Вроде на порядок лучше, чем в прошлый раз получилось Сейчас бы на этом фармить 2 часа Твой любимый экран Не помню, проходил ли я этот экран хотя бы раз в жизни Наверно один раз прошел, вряд ли это хайп прошел Я этот экран помню на максимальной сложности Такая... не очень Да как это вообще происходит? Нестандартные шефы Так... не так... Блин... Что это в начале самое сложное? А не в конце На этой сложности Ага... Максимальная там концовка самая неприятная Сплит... 57 минут... Что значит рестартов? Ты со звуком? Да... Первая фана? Не знаю... В смысле вся первая фана? Не, давай один... Ну только... Хорошо, вот до этого момента рестарты Ага... Все, больше мир отнеси Все, больше мир отнеси Аааа... Аааа... Опасные страды Да-да... Они самые... Когда-нибудь ты умрешь на этом... Не будет рестарта Ну да, ты ждешь подходящего момента... Так... Нормально... Так... Сейчас будет фигню... Давай вместе держаться... Стреляйте... Хорошо... Все... Платформа... 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 Да-да... Нормально... Можно убить... Хорошо... Пожари... Пожари... Оооо... Фух... Вот это было хорошо... Этот голл сплит мы больше не побьем... Хе-хе... Ну почему? Можно большую ровну наносить там... Можем выжать оба... А-а ну, кстати, да... Сплит... Ну как... Саб бандл? Что? Саб один голл? Да, 59... 59-50 Хе-хе-хе... Хорошо. В прошлый раз было не САП 2, а сегодня САП 1. И этот мир ты уже не первый раз проходишь, так что есть шансы, чтобы быстрее намного. А я уже четвертый раз прохожу, если считать не идем. Помнишь действие, да? Да. Наверное. Нет. Потому что вот так. Сейчас один раз на месте прыгаем. Теперь направо. Наверное. Ладно, хорошо. Не помню, значит. Один раз на месте. Направо сейчас. Право сразу. Маленькие направо. Так, жди пока. На месте один раз. Хотя можно сразу, но направо. На право, на право, давай. Быстро. Ну это не очень сложно. Сейчас самый говяный сегмент будет. А, понятно. Вниз сразу, короче. Я вообще не помню, как это просить. Кажется, в конце я решил через верх это сделать. Ага, только нижние монеты, которые кто-то должен собрать. Ну хорошо. Я собираю нижние монеты. Чёрт, ненавижу. Ну первый прыжок, ну зачем он такой... От этого сраиня. Я уже сколько не пытался страту придумать, чё-то... Ни хрена. Всё, я иду через низ. Через низ ты сегодня вообще плохо. Там один прыжок, который тонкий, но я понимаю его. Сверху я не понимаю. Тут манер. Сверху я не буду и заказать... whatsoever. Движкам я ненавижу чегото. А-а... Г whisky камень. Блин. Сверху я не догадываюсь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, этот сегмент надо тренить, конечно. Ну, это же тренировочный забег, ну, в смысле, первый, тренировочный все еще. Что мы этим и занимаемся. О, черт, 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 черт. Мда, ну. За этим надо следить, там реально тоненько надо успеть. Мне надо сразу направо зажмать. Такой сложный тайминг, да, мне надо направо нажать, когда ты кнопку нажмешь, не секунду раньше. Вообще, как этот сегмент проходить не наставим? Нет, там на первой сложности тут 6 секунд. Ау. Это же, наверное, вообще можно считерить этот сегмент с таким временем. Нет. Я... Ну, я думал, как считерить, особо... особо вроде никак. Ничего не сделаю, никак не поможет. У меня просто тонкий тайминг на ресет, если я нажму ресет и сразу прыгну, то я зажму ресет, но не стану на платформу. Я могу взять бомбы. Внизу можно сохраняться. Я взял бомбы, блин. Нет, это первый раз в это пришел. В роли того, кто там прыгнет. Та, давай. Хорошо, ты бомбишь тогда? Да. Я всегда так делаю. Эп. Сойдет. Да. На иди тут шипы тоже есть такие же. Можно я наметил. Как бы намекает о том, что весь сегмент... Давай, давай. Багобузу будем делать. Вау. Что-то она не стоит там, по-моему. Так. Ты только кнопку не нажал. Она уже больше не нужна. Так, а лево? Да. А как ее вообще делать сейчас? А, сейчас. Ну, наверное, ты ушел рано. Да, правильно. Так, тут надо... Короче, кто-то стоит на кнопку, включает. Да. Пускай. Чет не стрелял. В чуту иногда у меня Project Tile пропадает. Это связано. А, да. Ну, кстати, если мы идем без смертей, то вообще, ну... Видишь, там уже открыто. О! А, она в любом случае... А, вот почему выгодней. Слушай. А если мы пошли... А почему она открыта была? Резет нажимает. Ага. Точно, вспомнил. Слушай, надо запомнить. А почему нам резет... А, потому что мы будем... Надо бомбить с первого раза. Надо запомнить. Бомбить с первого раза не так сложно. В смысле, что бомбить не понял? Ну, бомбить к рикошету пусть. Резет надо нажимать, если ты забомбил неправильно. И тебе нужен резет. Этот элемент, кстати, я сейчас прошел, просто зажимая вправо, спрыгивая и верну прыжок. Я понял. Там одинарный прыжок не нужен. Черт. Да, ой, зачем рестарт-то? Так, сейчас будет Secret 5. Окей. Фак bill. Просто это оригинальная артур. Показывает газо. Давай, давай! Показывает газо. Объют sixteen results. я уже здесь можно нажимать углевая ганетка в любом порядке но она мешает мне не мешает но если мешать ой тихо подготовился просто надо с конца вагонетка спрыгивать а не погнать ее пока и я не помню надо приятно иначе прыжок по-моему можно вагонетки пускать больше большой задержкой тогда оборот может быть даже надо наоборот сквозь ты что выпускать и Окей. Я забываю, что надо сразу прыгать. так давай все-таки по очереди окей попринуть это не играть а посмотрим здесь будет ой на этой минимальной сложности тут такой треш вообще тут практически половину ну не половину что я сделал мне кажется на этот прыжок страта у меня получше я сразу прыгаю и в поле я до конца не нет ты умер одну предыдущий быстро там говорят что ты руинишь картку я руинишь картку нет я руинить карту я здесь для того чтобы руинить карту что-то не так надо делать правда забавно чтобы надо взять на двоем пройти ну да это фактически ожившая шутка про колобка 3 типа полковника один умер там розет но только тут не полковник да почему здесь crime and punishment а не платформа я не хочу такую возможность упустить нет не нравится окей эй нет окей все нормально хорошо что я сейсу они рандомные здесь просто раз другой кстати здесь можно прижиматься к стене надо просто точно рассчитать вот обманчивый тайминг надо ловить другой мне кажется вот этот тайминг не работает а вот а вот этот работает который допустим и третью большую дурку ждет третья большая раз с работой да там нет это я тебе тебе вот это смотри на какой мне прыжок остается так давай определимся мы можем распределить 4 кому 2 на следующем этапе так если тебе так ты включаешь 2 то есть тебе 4 на них приведешь да да полный забег ну если конечно мы получится если тебе не нравится твой сегмент судалки а сразу поменяюсь уже поздно я имел ввиду на будущее а вот этот прыжок это просто я не знаю как это делать так хорошо хорошо потом тут нужно 2 фрейма так так ты сделаешь и и и а и и и и и Два, у тебя двойной прыжок есть ли здесь что-ли? О, сегодня у меня тут появились пульки. И это сразу стало проблемой. Тут надо с дэм проходить? Пред-дефендер мы прошли со снапом на средней сложности на 100% недавно. Перепрошли с нуля и вот на 100%. А теперь вот сюда рэмспидроним. Тоже на средней сложности. А на максимальной сложности мы последнего босса так и не прошли. Плюс на той версии, в которой мы проходили на максимальной сложности, там не было вот этого уровня. Ну там просто на последней сложности финальный босс, он просто жесть. Он просто дичь. О, мы нашли с хайпом здесь страту скоростную. Так, начинаем как в прошлый раз. Я прыгаю первым, потом с задержкой и ты сразу же идёшь за кукой. И я сразу же прыгаю направо и ты... Вот ты идёшь за кнопкой, ты идёшь на бочку, ты стукаешься об этот потолок, берёшь звезду, сразу идёшь на эту бочку и идёшь впервые. Так, а я прыгаю. Поздно, это я виноват, да. Вот примерно так, только я должен быстрее кнопку нажать и сразу быстро получается. Ну, да. Не надо там танцевать. Я умер. Угу. 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 Ну что-то, я побоялся, что опять так случится и слишком рано второй кружок нажал. Для предстраховки. Угу. А ты как раз успел. И потом... Оп, упражнение на двери. я понял там тоненько она сложнее намного но не намного сложнее но я не буду стримпер запускают это проблема я без понятия но что я сделать и твич такой тупой он глючит постоянно почему на гудгейме на youtube все нормально да у меня есть немножко дроп но не настолько чтобы постоянно поферила и на других же нормально так что проблема отвечает я по крайне мере не понимаю что нужно сделать чтобы этого не забыл как не так смотри а как ты идешь ладно я иду сюда потом я сразу а зачем ты направо идешь ты же можешь спрыгнуть справа смотри вот здесь можно спрыгнуть уверен что так смотри сам может быть маршрут нет ну да ну только это счет получить ну хорошо давай не бой я на ней правильно нет я правильно я совершенно не помню как мне так что-то не так пошло мне то я беру вот эту кнопку а потом сразу иду сюда назад 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 что ж такое да я не дохожу до бочки спугался спугался то есть я так понимаю я так понимаю хотя бы один дроп случился после этого твич начинают дико поферить и что у меня после каждого одного там двух дропов грубо говоря перезапускать стрим или что блин особенно во время спирта надо очень такой ваш любимый твич сервис мне кажется это не совсем проблема твича а скорее проблема совокупности твича или стрима понимаешь что одинаковая проблема и средстве моего из гудгейма я имел ввиду что скорее всего нас гем и такая же но возможно действительно так понимаю это проблема во первых то есть я не знаю от чего вообще у меня дроп я стримил два года у меня было всегда ноль дропов даже на десяти часов хотя бы даже маленькие но они есть эти дропы не причины что постоянно лагала 3 но да они появились я не знаю но как бы почему из-за этих там 200 потерянных кадров или сколько-то типа того вообще начинает дико лагать стрим в течение пока его не перезапустишь привеет критика все димит поехали а летсплей пошел час тридцать пять ну да давай до дракулы вообще а если были маленькие бокс это может надо было бы до больше пока давай до дракулы потому что у меня по крайней мере есть в принципе шансы возможно имеет смысл ну просто тебе одному тащить ну давай хорошо давай до первой фазе я в первую фазу еще куда-то не знаю мне кажется дракула достаточно просто опять же учить среди не спидрана ну так получилось привет здрасьте 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 третий раз за неделю меня самая малость раздражает то что эта атака не выключает его щит это было бы так логично он стреляет своим щитом потому что она зеленая и щит зеленый ну считаю что все его атаки расходуют щит но они видели да но эстетично не важно я не говорю что это косяк я говорю что это не раздражает вау расти набрал такое длинное сообщение по секью я помню была команда которая автоматом меняла раскладку всему набранному сообщение была хорошая команда она есть раздражаться у пупу спайк надо было направо идти когда я как понял это был не очень хороший рандом ну да но как бы а поздравляю все официально спидранер спидранер фангейму я помню когда гейстунквик смотрел и там типа говорили охренеть как можно вообще спидранер фангейма спидранер типа даже проходить их там нереально а спидранер просто люди не вникали я первый раз в жизни это делаю как это ты же играл ээээ очень мало да спокойно спидран ну ладно живь самая непривычная тебе на шайна брайсе будет привыкнуть что они лишние звездочки звездочки пускаем а кстати на ну я доиграю неважно я на минимальной сложности они как раз точно как в катрине то есть и заряд солнца второй раз не пролетает и звезд нету единственное только бомеранг возвращается угу бомеранг возвращается а это наверно еще циклится что я говорю заряд и второй раз не летит да ну ладно что такое бомеранг циклится не симметрия видимо не мега решил что раз это бумеранг то он должен циклиться давай сюда наши надежды на хорошее время да я же говорю потому что этот босс он по сложности он как будто экстра но при этом он почему-то обязательный даже для н ну правда на легком он конечно такой но все равно по сравнению с остальной игрой он все равно выделяется и там пропорционально я уже высказывал версию о том что такой хороший босс хотелось показать вам хорошим если экстра хорошее то зачем называть ее экстрой потому что сложности неадекватные у этого босса неадекватных сложностей по сравнению с остальной игрой даже по сравнению с финальной ну типа финальный уровень как бы он не сказать что он экстра просто он длинный но а 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 Что это? Я добил солнца? Да. Только не шажок. Ну ладно, солнце хорошо, надо было. Развёл его. Ты хотел шажок на самом деле, очевидно. Так, под деревом. Сезда вроде идут. Расставим. Ну, Боша затроллить может свои одно из трёх атак. Вот это, которое рандомно стоит. А я видел, где он. Вот этого. Вот этой. Прям иногда вообще безосходности. А на минимальной сложности он выпускает три пульки на это. Да. Мне кажется, чем ближе ты к центру, тем сложнее оно, тем меньше. В смысле, хуже всего, когда он лугу отпускает. В моём экране это выглядит. А у тебя лугу может загонять, загонять и ты как бы особо не протискнешься. Ну, опасно. Рисковая. Рискует. Угу. Ну, так как пульки летят рандомным разбросом, то можно выжить даже если ты прям стоишь в этой красной области. Так, интересно. Смотри, с одного шипа получается можно допрыгнуть до боши. Даже без щита. Да. Смотря какой и как ты прыгнул. Ты щас спокойно стоишь. Здесь вообще платформа вплотную на минимальной. Упасть не будет. Ау. Ну, это самый, по-моему, сложный аспект этого места. То, что платформа не платная. Это среднее? На среднее надо вблизи к нему развить? Там, когда вот они летят, вначале сомкнутые, потом расходятся, то вот надо это в тентре небольшой прыжок. Это самое сложное, это сам выучить. Я как бы выучил, но я просто лишнюю платформу не попал. Это, кстати, первый раз. Привет. Это первый раз, когда я умер за долгое время, именно на этом месяце. Ну, то есть, вот когда первый раз я выучил, вроде, с того момента я там все время стабильно был. Ну, я потому что растерялся, что я чуть-чуть рановато пошел направо, там чуть-чуть позже. Ну, да, я думал, ты хотя бы, типа, там будешь до босса теперь. Ну, хотелось бы, но не в этот раз. Я хотел очень, но я не успел с хайпом до пройти. Ну, даже до босса не дошло. Привет, Килтран. На максимальной, короче, доходили до этого босса, почти до босса, но тогда еще не было финального уровня. То есть, финальный уровень не проходил. И это было со стороны. С другим человеком. Видимо, ты не знаешь. Шукушный рунтон. Такая кейта между собакой и птицей. Мышки самые сложные, как я понимаю. Ну, затем затрорить много, конечно. Не, вообще-то огни самые сложные, которые летят. Да, придется. Плохой рандом еще. Не, я не смею. Ну да, тогда сейчас, конечно, быстрее будет, если я не буду реставить. Ну да. На тебя вся надежда. Блин, под одного босса тащить, это же пипец. Снаб мне там чуть-чуть, хотя бы помогал там, особенно на шайной прайсе. Но это просто увеличивает время на КТ. На шайном брате вдвоем лет? Ну, просто у нас там еще была страта с мелкими хитбоксами, но в принципе там, кстати, второму игроку тяжело, потому что звезды на него не наводятся. И в итоге для тебя это будет всегда как рандом, потому что это будет зависеть от моих движений. Мне кажется, там есть страта, где можно правильно располагаться. Ну, мы это в итоге так и делали, но все равно, знаешь, там еще зависит от того, какой рандом у него солнца. То есть тоже, я не могу же все время купить во всем. Ну, вроде как бы, да, старался там, типа, отходить подальше. Ну, вроде как бы, да, старался там, типа, подходить подальше. На боши-то там, кто-то, что доходил, но... А, нет, Соб. На харде мы доходили до боши, именно до урона. На этом удар больше. По-моему, доходили, но чуть-чуть там... А он повторяет эту фигню все. Вот эта первая база на максимальной сложности такая адская просто. Вот эти вот Хадукины, которые летят скрещиваются, они вообще пиксельные фактически. И там нет то есть фото, там они рандомные. Ого, рандомные, вот серьезно. Здесь они паттерновые. То есть, как бы, это рандомный тонкий прыжок, очень тонкий. Мы страдали, мы же... То есть, мы до Дракула доходили, когда это было, типа, офигеть. Там раз в час. Ну, конечно, может быть, в тот момент, как уже подучили там, но... Блин, все равно, но это было реально сложно. А вы далеко дошли? Мы почти до боши доходили, но они, как бы, дают за звезды, короче. Причем вдвоем. А эти метеориты, которые летят справа налево, большие, они опасны, если ты не прыгаешь? В смысле? На огне. Ну, на Дракуле. Я не понимаю, как это опасно будет убивать? Ладно. Ну, я имел ввиду, прыгать надо или не обязательно, если это не нужно. Я просто спрашиваю, что ты под ними стоял все это время. Что-то плохой рандом. Есть такое. Я все время ухожу на нее. Я понял. Потому что, когда звезды, я стараюсь держаться подальше от тебя. Себе не терять. Ну, на этой атаке нужен сейс-форция. Ладно. Ладно. Ну, Шайн и Прайд вообще не считаются. У нас теперь тут другая страта. Снаб придрался к словам. Просто придрался. Снаб придрался к словам, сегодня понедельник. Не понедельник, не важно. Вот эти метеориты медленные. Ну, они, да, мешают. Иногда надо перепрыгивать. Особенно с обычных питбокс. Понятно. Дэш. Сейчас будет дэш. Сейчас будет кг. Брайт смотрит стрим с задержкой. Он не понял, когда дэш накрыл. Подключи Брайта к этому дискорду. Я опять справа, я ненавижу... Окей. Я прыгал. Да, снаб говорил, что если ты близко к Брайту, то он всегда делает чарш. Поэтому если ты хочешь чаршить, то может быть ты можешь подойти к нему. Чарш это что такое? Атака, когда он на тебя летит. Полетит. Атака, если ты близко к нему станешь, то он на тебя прыгнет. В смысле полетит. Угу. Оп. Ну все, easy boss. За час пройдем. Хорошо. Ты хотел сказать пройдешь. Опасно. Смотри, кажется через бумеранг можно одинорным... Да. Но я не успел саппозить. Угу. Понятно. Я слишком много шевелюсь. Понятно. У меня есть странная привычка на тонких моментах жамкать влево-вправо. Чтобы себя правильно поставить. Но здесь это работает не так, как в других фангеймах. Блин, я боюсь, что я всё. Наверное, если роду с эрфомухом не пройдет. И именно момент с платформами, которые поднимаются, он довольно-таки плохой. Ну, сложно. И он, кстати, на минимальной сложности абсолютно большой. Почему? Хотя все остальное будет. Момент с платформами, которые поднимаются, но это вроде не очень сложно. Ну посмотри, там потолок убивает, там потолок убивает, вот и он сделал не то, я стоял рядом Ну мне кажется ты отошел немножко из-за того, что он звезды пустил перед собой И он не сработал, может быть, может быть снап прал, я не знаю Сам говорит, что на минимальной сложности он и сейчас тоже нет Я не знаю кто он, но у нас задержка очень большая, как я понял Есть шанс на сап 2 Ну Нафига себе он выпустил там сейчас неловто Момент с платформой сложнее А, понятно, в третьей фазе В смысле, в последней фазе Рискало бы сейчас было Меня автоматалкивание поднял шип Ага Вроде нормальная по хайфу Задержка Я щас ткну в экран, ладно, тебя не собьет? Что? Не помню Вот это я сделал Вот здесь можно стоять Второму Мы уже нормально проходили Туда стояли, в одной точке Тебе понравится Когда-нибудь в другом спидране я дойду до этого момента Стоять друг напротив друга и стоять друг по другу, просто ничего не делать Блин, меня спугнула эта фигня Черт Я дернулся из-за этого Ну, в принципе, если бы я не дернулся, я бы умер от нее Ну, да Я понимаю, когда тебя что-то пугает, ты сразу сбиваешься нафиг Выживаемость резко падает Там, короче, после того, как в центре это микриш, надо желательно прям очень сильно топить налево Забить на урон и топить налево, потому что иначе, ну, хреново не стоит Ну, потому что он выпускает, начинает таргетировано А, я каждый раз путаюсь То есть, идти мне на левую или нет Я постоянно где-то по центру останавливаюсь Ну, между центром и левым краем Потому что тебе нельзя идти влево на сирике, на красном, но после них Супер Супер Все еще возможно, но уже время стекает Надо тащиться, дал Это то Это то Супер Супер Но нужно близко стать Оооо Вот это сейчас было реально близко на стриме виднее по мне так это было настолько близко что ты три шипа прошел ты можешь через него перепрыгнуть после чарджа это очень быстро вот сейчас у тебя бэкап с роты есть я тебе раз уже так делал а я помню я даже запомнил нас тремя на красных бошек я ни разу не слился звучит как вызов на шипе я где-то стынул их шипах один раз стылся привет салат добро пожалует на стрим где стоп проходит босс от копия я комментирую ну неловко получил сказать в следующий раз уже точно по 3 не на этом стриме называть его клавак надо я забыл я просто спрашивал как надо называть я не помню Тори ничего не ответил Тори сказал что так нормально ну и прочее напомню Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какой-то с какой-то ДС, там, с штаб-класса, вроде Ну, думал, что пройди Но он уже 40 минут занял Этот босс Уже 40 минут Почему он долгий? Наверное, если ты проигрываешь, то очень много говоришь То есть для реального, не мемного VR Нужно его с первого раза Что-то, ты читаешь чат вообще? Да, я не понимаю, но... А Random Numbers что-то ты спросил? Я не вижу Что ты спрашиваешь? Я вижу, Random Numbers написал, сори за клавус Что бы это ни значило Нет, я тоже не понимаю А, там было какое-то странное сообщение, я бы не понял и уже забыл Которое тоже не имело никакого смысла Ну, за меня, по крайней мере, я не понял Ну, за меня, по крайней мере, я не понял Ну, там че-то твой ник был Ну, там че-то твой ник был Повторите оппас, пожалуйста Ну, за тебя болеют А, буду ли я стримить? А, и сори за клаву, запятая стриминг Я понял, там была опечатка в слове стриминг Окей Ааа, не знаю Спасибо за хуст, X-Ray Привет, X-Ray, спасибо за... Спасибо за хуст У меня там криво отражается Добро пожаловать в мою стрим Меня зовут Сидал Сидал Это атак вообще рандомная, что ли? Какая? Там где шарики из кругов отходят Одна из трех начальных, атак? Шарики рандомные Кроме и тех, которые Когда вот он опускается Ну да, когда он опускается, там патроны Нет, конечно не автоспидран Редайр не прошел, по-моему Да Сейчас пройду за одно спидранчик В первый раз прохватил еще раз спидранчик Да Ты не понял, с первого раза мировой рекорд Да, да, да Мировой рекорд по спидрану при первом прохождении Да, это я Да Посмотрите, какой мой вклад в это прохождение сейчас В принципе, если есть так В принципе, если есть так Я хотел сказать, если Я хотел сказать то, что в принципе Мы очень хорошо шли После где-то второго мира То есть, по сути, по-моему Самая сложная здесь, конечно, последняя Но Второе по сложности Это третий и четвертый мир Ненавижу эту фигу Ох, ты ж я умею Да че уж проходил, бля, че ты рестартал Действительно Я все думал, как бы пошутить на эту тему Поинтереснее А, выходи давай Окей, проходим Поехали, ребята Поехали Я первый раз прошел первую фазу Причем соло Ну такое соло, я же урон наносил Ну, соло Что-то научился Сколько нужно сливаться? Окей, все Поехали Отсадять не надо Окей Я просто их скорость не чувствую Последний уровень, начало Марио секция Сам думает, что Марио секция самая сложная Я не согласен Но мне почему-то очень зашло На самом деле, секция нам не нравится А при чем тут нравится к сложности? Ну, чем больше тебе нравится Тем менее сложный Это звучит нелогично Но это правда ведь так Потому что ты лучше играешь, когда тебе нравится Ну я не знаю, у меня Ну да, я понимаю, о чем ты Что это такое Может быть она и сложнее, чем в Тестальвании Ну У нас с хайпом получилось так, что Марио мы так за часов прошли, а в Тестальвании Мы посидели часа три Снаб Снаб Говорит, это не так работает Ну видимо про то, что я сказал А не про байки Уступь Давай, это дvent David Давай я,х MD Давай,х Пусть Вот на этой атаке я в ступу удал солить сегодня я на ней не солюсь где он просто последовательность? да ладно, я на ней вообще никогда еще не слился я покажу тебе как ну блин, ты же не снаб хотя снаб на ней тоже не слился а, или слился ну, судя по тому что сейчас большинство зрителей на твиче, видимо все таки это можно смотреть ну, может их запостили и не знаю как выйти каааааааа ладно не ладно ну Хотел сказать, что я чаще доходил до шипов, но на самом деле, он может быть одинаково. Ну, это не важно. Сдал, хочешь, чтобы его выпустили. Мне очень жаль, снаб. На ты здесь навечно. В констракторе, что ли, проще партикл эффекты делать? Почему-то в этой игре там намного больше, чем в гейммейкерах. Что это такое? Ну, это вот такие огоньки красивенькие, которые отлетают. Да ладно, на геймейкере даже не смогли. На гейммейкере вообще все что угодно, просто. Почти. Кроме 3D эффекта. Найс. Ну, реально, до этого босса чувствовался спидран. Ну да, а сейчас летсплей. Причем соулы спид. Ну, зато потом будет жирный этот голд сплит. О, да. Жаль, что только один. Раз без сплиты на паз, нет. Почему один-то? Ну, а, ну, пустите. Ну, жирный будет один. Самый жирный. Да, кажется, под этим метеоритом пролезть не получится. У-у-у-у-у-у-а. Зорга, Редайр даже не пробовал проектию. Слышь. У меня блайнд лавд ракруз идет. Ладно. Я на этой атаке сейчас солил? Нееет! Окей Тренировать перед началом? Мы сейчас это и делаем Жанец, мы в любом случае вместе пройдем Потому что в портальной комнате вдвоем появимся Окей, как делаем? Да, эти инвалиды постоянно затрагивают тоже Подмедленно бегут или летят Я даже не знал, что они Типа собаки или мышки там дома Я думал, хотя бы это фиксируем Ооо, чё там прям лицо просто Пустить собак на лицо Чуть-чуть как пословица Я забыл, это у вас были не летучие миши Нет, это у вас на уровне постреваний были не летучие миши Что-то другое Бабочки Забайтил чарж Отличная работа Серьезно? Ладно Уф Ладно Иногда мне кажется, что процентов 60 сложности Шаймин брать в Х3 И за отлетающих от щита пули Ммм, да А, кстати, туда тут же нету Тут плюс И там довольно беседе Снап когда будет проходить в К3 Его тоже удивится что это есть Снап, а ты где в К3? Ну да, приватка же. Сложно скачать. 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 Я не люблю ФАЗу, по которой будет стрелять. К racists, но они могут стрелять. Главное почувствовать момент, когда надо переходить из рандома. Из спама. в точную выстрелу. Третья из-за точной выстрела можно штукить 3-4 снизу. Гарантированно. Третья из-за точной выстрелы. Третья из-за точной выстрелы. Да, уж че-то вообще не повезло. Ну блин. Наверно можно было среагировать сразу, как вижу, что рядом летят. Типа куда-то в сторону. Ну че-то взять. Ну это был по крайней мере плохой рандом. Выживаем и я вовлю. Мне кажется, что там есть страта, которая делает эту штуку более стабильной. То есть, ты вообще не очень смотришь на платформы. В момент, когда они взрываются и остаются вверх, ты можешь его переживать в воздухе с двойным прыжком. Ну я не знаю как это описать. Можно ритм поймать, где ты сначала уворачиваешься от шарика. А, в смысле на полу? Да не забей там уже потоки. Не, на полу точно не надо. Ну тогда как это не смотреть на платформу я не понимаю. Прямо перед взрывом... Взрывами, когда они вверх поднимаются, ты спрыгиваешь со своей платформы и делаешь максимально высокий прыжок наверх. И эти взрывы ты переживаешь, как бы не заботясь о платформах после босса. А потом, когда взрывы проходят, ты ищешь куда приземлюсь. А, я не знаю. Ну, да, я понимаю, сложно описать. Куда-нибудь я попробую это. Ну да, снаб говорит, что они сверху летят. Ну я вижу, как они летят. А, еще снаб говорит то, что атаки не используют 3 из 4. И слан Силуна. Что неправильно, потому что он использует 4. Силуна. Ладно. Блин, ты уже такой мастер, Шанин, брат. Просчитал точный момент. Путь бумеранга с ИСП. Вообще, по-моему, он в углу Бумеранг всегда не убивает. Потому что такой уже третий раз, по-моему. Один раз у снаба вроде был, по-моему. Или один раз у снаба было, и еще второй раз у меня. Но, короче... Два раза это уже не случайность, но еще не закономерность. Я бы не рекомендовал на это полагаться. Ну, в тренировках можно посмотреть потом. Конечно. Однако. В разловках, в течении двух лет. Два раза он бросил и разобновал. Ну, он бросил. Я бы не рукав видел. Попробуем. Снап рекомендует тебе пораньше смотреть на шары Снап рекомендует тебе пораньше я не знаю но тут я же игры не повезло не надо было так надо резко идти к нему эту фазу я не учил я один раз пошел на эти не считается там такое расстояние между шарами что я знаю что в меня и что ты такой сразу говоришь помни что тебя цепь ну что я об этом никогда не это заметил с самого первого раза как только дошел снова меняться и что я это заметил с самого первого раза как только дошел до туда ты мне каждый раз ты говоришь зачем-то будто бы я забываю об этом только что ж тут как бы и что что я это помню так себе байт не работает по-моему не знаю может и слишком далеко стоял хорошего стал говорит вы на самочный нет я просто не знаю что мне делать то есть ну у меня есть знание а как им распорядиться не забываешь нам что-то надо и по нему стрелять и там таймер вообще жестко стоит то есть там думать так очень о многом не то что у тебя голова еще помнит это не значит что пальцы знаю как дел сейчас еще раз на рандом а сюрикены на дарк боша последней фазе они паттерновые и щиты кстати не убивают насчет самого больше не знаю но щит я точно забивал и 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 ит и и и и и и первый шаг это просто завершить забег не важно что случится до этого босса но я и так соло играю каппы Стреляются. Ой, что это? Помни, звёзды в меня направляются. Сверху. Помните, во всём остальном тоже. Так, отой... Я не знал, что вообще делать. Ну, понятно. Давай просто в первый раз за тут дошли. Ну, в любом случае, уход. Ты сейчас уже мне бы хорошо помог. И на этой половине. Ну да, Дракула я уже намного быстрее. Не, ты выживешь. Там будет не всё. Я не знал этого, но я верю в войну. Я на Дракуле пока что не могу делать фаерболы. Но вот сейчас они были последними, поэтому... Да. Да. Да, к тому же они иногда бывают очень простыми. Иногда вот все жопы. Вот рандом. Ну, я пока умирал на вот последнем двойном прыжке. Я не прощу. А, вместе горизонтальные? Да, горизонтальные. Не, на этих фаерболах нормально. Ну... Хороший рандом, наверное. А Шайн энд прайд? Угу. Я даже не знаю. Я не очень хочу сейчас начать прорабатывать строты, потому что это явно лишнее. Ну, да. Ну, конечно. Если солнце справа, а мы оба слева или там... Если солнце с краю... Да, если солнце справа, то я иду налево от звёзд. Да. А если... Я понял, есть. Если солнце слева от нас, а мы там в углу, то мы как бы убираем. Ну, вернее, ты убираешь. Не, просто... Может быть, что солнце по центру просто. Куда нам надо будет по разные их стороны. Ну, по центру это типа... Ну, оно слева. Ну, я постараюсь просто перепрыгнуть через него и направо. Справа, оказаться. А, в смысле не может быть, чтобы солнце было по центру, а мы слева. Такого никогда не убрали. Ладно, в общем, если солнце по центру, я через него перепрыгиваю. Если получится. Да, Словак, мы знаем. Алмурат мощь. То, что Алмурат прошел. Алмурат. Ну, блин. Один топлив, ладно. Неважно. Блин, ну ты вообще там особо сейфов не поиграешь. Ну да, но ты буквально последние два твоих подпрыжка, ты чуть... Вдвоём, вдвоём очень быстро. Ну, хорошо, если ты хочешь, давай перестанем пересетиться. Нет, ну в смысле, я имею в виду в следующий раз, сейчас уж как-нибудь. Нет, да, я согласен. Насколько я помню, типа, на старой версии мировом рекорте, там в визер один дыжу. Нам надо, это... Именно... То есть понятно, что ты там босса-то пройдёшь, там, с тайпом или как-то, да? Но нам надо именно вдвоём потренить, чтобы мы понимали действия друг друга. Ну, да. Я согласен. Особенно на шайны брайки. Тут на драку, например, вообще пофигу, в принципе, что второй игрок делает. Ну смотри, у нас будет сейв хороший со следующего раза. Мы можем начать следующий стрим, ну или не стрим, а просто начать просто с того, что по треним этого босса. Получайся. Сейчас так получается, что мы примерно на боссе присидим столько же, сколько на все остальные. Да. Ну, сап 3 возможен. Не важно. Выжил? Да ладно. Ситуация была очень плохая. Это плохо. Беда не приходит. Ты понимаешь, это было плохо? Нет, это я именно на будущее говорил плохо. То есть я уже понимал, к чему все идёт. Конечно. Но ты мог типа чардж пережить с крайстами, если бы ты просчитал бы. Но это надо типа опытами. Окей, расследимся? Ну давай-то драку. Ты вроде уже более-менее заходишь. Ну да. Если я особенно начну это делать чаще, чем раз в минуту, то у меня и прогресс быстрее пойдёт. Если я не понял, что ты убьешь, в итоге боссом. Псс, да, конечно. А, кстати, ещё такой прикол, когда мы на минимальном метеор Undyum на твёрке льдах не sequences mob. Мы со снапом проходили, он там, ну в определенный момент на этом боссе, он ушел там куда-то, ну короче, ушел, ну я пока один сидел, не знаешь еще, он до Дракула дошел. До Дракула. Вот, не разогнал. О, все, это мой шанс, это мой шанс, нет. А, что ты рестартер нашел? Ну потому что времени тратить не надо, нафиг. У нас все-таки спидраны, это явно не победа. Блин, почему? Ты все знаешь, что тебе надо делать. Не, ну в каком-то степени это полезно для меня, потому что это практика. Но, давай все-таки по спидрам делаем, практикуемся потом. У меня есть серьезные сомнения о том, что если вот не дойду хотя бы до боша. Ну мне кажется, если мы будем проходить на максимальной сложности, ну там типа, да, вообще еду, то этот босс даемет дохренище просто времени. Как какой-нибудь босс посрешить от тренинг. Ну что, нет. Там у меня такая неплохая стенка просто попала. Т.е. эта атака тоже может застынить? Да, на зеленых на самом деле смерть не такие уж. Ну как-то по сравнению с другими атаками. Ну типа, тоже бывает иногда. Вообще, на Дракуле так-то вообще смерти очень редко, по сути, должно быть. Ну или нас были с Акнабом, но под конец уже редко очень играть. Но все-таки бывает, особенно... Я видел... Я видел один летсплей этой игры, и они уже под конец Дракулу стабильно проходили. То есть вообще стабильно. Не, ну все равно иногда бывает смерть, особенно на этих папараболе, которые летят. Так, мне надо сейчас. Мне надо заслезоточиться, я что-то не знаю. Не, первая атака тройская. Это звезды. За них всегда убираешь. Не, первая атака тройская. В послед��ayım. ТRIB куча об mainten Understood? ОУУУУУУУУУУУ- Стреляют. Ну и вдвоем как быстро. Да. Ну я уже понял. Он не успевает даже зацепиться. Я иду налево. Понял. Стреляют. 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 Твой шанс попробовать лучше. Мммм. Упущен. Понял. Ну да. Ну я понял. Там в углу зажимается. Может не слился на красном. Ну вот, 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 вот. Ага, вижу. Ну типа надо ловить помя... Ну... Сквозь нее пройти. Там от рандома зависит. Иногда до этого момента нет. Ну... Только для таза там. Это слишком неловко. Эм... Что за хрень? А? Вроде все жили. Так. Так. Надеюсь, рипсап4 не будет. Что-то не хотелось. Боже. Чем больше времени проходит, тем больше времени будет в итоге. Потому что уже устал и... Ну это правда. Больше времени. Слышать, зрители форжут. Форжут. Вроде, пока не видно, что кто-то жирал. Ну, этот дизер явно с егидудом пока не трясутся от трассы. Поначалу по мне тоже эти огни было заучиться, чтобы не сразу. Что? Что? Тебе что-то тупо слился сейчас у меня, просто два фрейма надо было взять, я перепрыгну. Ну или три фрейма, да. Главное, что у меня больше всего последний играет, там какой-то тайминг непонятный. Ну, в начале непонятно, потом да. Не, ну я его один раз нарандомил сейчас, может. Плюсь. Ну, хорошо. Ну, она не уложит свой бумеранг, это же бумеранг. Так вот почему она не повторяет эту атаку. Так, щас. Одно раз уже, закончились патроны. Ну да, он чем-нибудь не берёт воду. Ханя, вот здесь надо было сразу вправо так резко. Запомнили. На минималке, я вот тут в центре выживал до здесь взрыва. Ну, там стрелочки показывают центр, я вставал в центр, мне нормально было. Пойдем. Последняя атака будет. У меня есть предположение, что он не один урон принимает, два. Да, два. О, тут сейчас было Тоник. Опасненько. Шип, зараза, появился. О, ещё на этом сливаться? ААААААААААААААААА! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Мне нравится, когда он эту атаку последнюю делал. Фоверболт является двором. А, блин, и давай, пробуй. Хаш. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 я не знаю такую игру ты даже не слышал не понимаю не важно а у меня ты прошел я слишком низко прыгнул второй раз я запутался мы сразу потом на медиуме на следующий день прошли я запутался мы по-моему мы все-таки на хорде доходили вдвоем не знаю ну на медиуме точно или не доходили мы не доходили мы на хорде вдвоем но на медиуме там тоже самое только там две вот эти наводяжки а не три вопрос о том как он целит я даже не знал что он так умеет шарики последние рипсов 3 да шарики первые ну а звезды последние эмммм я вот что за этот последний я не знаю я я я я я я я я Если мы завершим этот забег, я его всё равно отталкиваю на спидранку. Какого бы не было времени. Умри! Не ожидал Очень сложно. Уля! Как это можно помнить? Он так не делает. Это баг. Почему фаерпалл летит в два раза? Это не логично. Что вам, по кругу земли круг совершается это время? Да, это про время измерения, не забывай. Про Бумерант как-то помнится, потому что все говорят про Бумерант. А про этот обманый фаерболл сразу, два раза на него дослез. Оу, сейчас это выглядело, будто это наводка. По-моему, мне лично кажется, что там что-то от наводки едет. Не, иногда вообще это должно быть густо. У меня есть гипотеза, что он наводится под игроком по очереди, а если игрок мертвый, то он рандомно теряет. Ну, сейчас это выглядело, будто бы это стопроцентная наводка. Ну да, просто он больно часто по игроку целит, из того, что он любит. Если бы это было рандомно, как бы не происходило. Да нет, рандомно просто так. Ну вон, Снаб думал, что там этот кидает солнце, ну эти цели. Ну да. Да ты чё? Без паники, без паники, хорошо. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Когда он умирает, отпрыгивай влево, но не очень сильно, чтобы сразу слева находиться Но только имею ввиду, что там лазеры остаются еще Те, которые стены Так что, ну типа, умеренно налево надо Чуть-чуть просто подвинулся И потом уже после того, как разваливается изображение, тогда еще это не делаешь Это атака с синхроном, конечно, выглядит Блин! Оно еще под углом, я не пойму почему А под каким оно углом постоянно? Ну оно в тебя цель В смысле, откуда он пускает? Я не знаю То, что она пролетит через точку, где я был, это понятно Но под каким углом? Из центра, что ли? Нет Нет Скорее всего из рандомной точки, как звездочка На шайнбайзе Кошмар какой, мне этот босс уже комедию напоминает Типа, в конце спидрана, какое-то влучение у нас такое Кстати, да, но я думаю, это только сейчас Ну, надеюсь Кажется, урубился Забывай, чердями стреляй Ну, я просто не знаю, может ты так и делаешь, но я не вижу Не, я все время забываю Я даже не контролирую Тут обычно нас оба машет не надо Ну, я постараюсь опомнить Сейчас будет плохо, да? Два раза полетаю, да? Не, 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 не Живем? Убей его А что? А он сделал первые две атаки, маленький подпрыг вперёд и большой прыжок, да? В смысле, солнце вначале, что такая ситуация возникает. Я уже не запомнил. Ладно. Просто если он сделал прыжок, большой прыжок, может было бы под ним пробежать. Снаб прошёл. Надо запомнить, тогда... Поздравляю. Что, там стаб соло играл? Ну, ему уже интересно босса по самому пройти. Ну да. Он вообще уже там, по сути, может спидранить, потому что каждый раз, когда мы где-то проходили там, и потом он... ну типа, и босса я там убивал, допустим, да? Он потом сам перепроходил. В итоге он там уже эту игру раз пять, по-моему, прошёл. Ну правда он... Снаб на самом деле. Снаб нас затроет. Он там, пока мы будем в коопе делать, он соло пройдёт, гораздо быстрее. И тоже на спидран под консоль. Снаб нас затроет. У нас будет категория Азмин. Ммм, точно. Ну всё равно выератопью. А, там же сто процентов, там надо... Там же есть... Он будет сразу... с двумя клавиатурами забыл. Там, кажется, в правилах написано, you must play, поэтому тут... Реплеер, так что... Шмакаты он точно в кочу раз упрошёл. На каждой версии, по-моему, он точно поражен. А что? Снабу нравится шмакаты? Да, но его бомбит от того, как не мега её отбалансит. Не, ну как бы я согласен с возмущениями, но его прям всё-таки жёстко колбасит. А, давай. Пьют пьют пьют. Пьют пьют. Чё? Ай! Блин, да? Ну точно рандомная точка, видишь? Никогда так раньше не делал. Ладно, нельзя там под прыжок делать. Опасно слишком. Ну видишь, я же под прыжок сделал, так бы она не убила. Себя просто падал. Но я хотел урона просто влить, чтобы она навелась. Я понял. То есть байты, которые ты делаешь, они не безопасны. Да. То есть если она летела не из этой точки, а из какой-нибудь дальней справа, то если бы я делал прыжок, то она бы навелась бы высоко, и меня бы она вообще никак первая не колышла. Я бы спокойно протылял и... Ну да, там самое главное то, что там весит в нашем КТ, это то, что лаза юрту слоу, теперь она там сама слоу. Понятно. Причём настолько, что если раньше нужна была чёткая острота, что действовать, как действовать, чтобы она тебя не пронзила. А теперь ты просто на пофиг уворачиваешься от неё, если это можно назвать уворотами, и собираешь предметы, то есть вообще не обращая особо внимания ни на что. Понятно. Ну, меня сложно судить. Я только вид... Ну я помню, вы кидали видео у нас. Я только медленно смотрю. Я уже не помню конкретно то, что вы. Ну, у меня для вопроса пошли, кстати. Не завершили ли мы ран? Да. Конечно. Это второе. У тебя эти сплиты есть на стриме? Да. Если честно, я думал, мы чуть-чуть быстрее после пройдём. Даже... Типа что, даже если бы я один там... Ну, вот помнишь, был момент, когда ты там с одним хп он остался? В принципе, если бы ты тогда затащил, то было бы надо. О, стрелять. Не подлагивает, наверное. Треск. Как? Нету, вот на нём сейчас нужно сплететь от финального полоса. Я иду лево. На лево. Второй раз прилетел. Ух ты шли, да. Да, да, я помню. О, хорошо. Он будет чарчить ещё. Ну так времени нет, потому что мы не упери финального босса. Это лол. Мне кажется, он воспринял мой троллинг. Серьёзно. А-а-а. А мы вдвоём на боссе. А-а-а. Ты справа туда микришь. Если кажется ты живёшь. Не, видишь рандом. По-моему, может быть рандом. Таргет рандом. Понял. Ну это не очень важно. Ну как, ну это, типа, удобней. Блин, мне вообще нет, я думаю, что... Ну что, типа, где будет хороший рандом? А, рандом просто деляется. Ну что, поймать хороший рандом. Если это не важно. Ну! Чего? Шиплы убивают. Лоу. Первый раз юзу. Ну потому что я на платформу не приземлился последний. Я сразу двойным прыжком пришёл. Ты не можешь. Хорошо. Лоу. 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 Единственные придирки, которые могли вводить, это то, что первая фаза бошей слишком лёгкая. И, кстати, платформинг в Kill the Guy тоже. Ну, плохой рандом был, я что-то свалил, но там не было. А, я понял, почему Марио первый, уже с Paper Mario был. А, я это сразу запринял. Ну, я обычно медленный. И отменку, кстати. Правда, почему-то, когда доходишь до мира из Kill the Guy, написано Kill the Guy. Когда доходишь до мира, ну, в K3, да, написано K3 или Kill the Guy, написано Kill the Guy. А, когда только начинаешь, то уровень там, пожалуйста, написано Parallel Dimension, но не написано, что это из Paper Mario. А, на боссе написано. Ну, как бы, есть разница. Эти платформинговые сегменты, которые другие, это вставки в босс, а здесь это сам босс. Так, ну, разница в какой-то степени оправки. И, кстати, Paper Mario, это единственное не иглана. Ну, если считать, что Дракула из Sky, именно. Ну, да. А, Хаймен Фрайт из... Из Камилии. Причем... А из Магданилии. Ну, вообще, там, видишь, там, ну, ты же видел, там, какая скинка там, типа, Камилия, но маленькая такая вставочка Магданаймити. Он сам не определился, откуда это. Ну, вообще, это именно из Камилии, потому что, ну, ты же видел Магданаймити этого босса. Ну, сейчас, ну, из Камилии тут вставки. Баки. Взят. Вот это. А остальное, ну, такое же. Ну, в смысле, настолько же не похоже на Камилию. Да ладно, там, атаки, вот эти все атаки, как в Камилии, только звездочки добавили. Ну, блин, по словам, скажем так, на Камилию это намного больше похоже, чем на Магданаймити. Ну, не знаю. По-моему, по-моему, Камилия первая фаза и Магданаймити абсолютно... Не важно. Это очевидно из Камилии в первую очередь. Я не думаю, что не Мега играл в Магданаймити. Я надеюсь, что не Мега не играл в Магданаймити. Ну, и к тому же, там же еще пятые секреты стоят, и это... Crime and Punishment на уровне. Да, да. Совпадение. Хорошо. Нормально, нормально, у тебя даже еще цикл. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok